Погляд сушастников. В Белорусском державном университете транспорта прошла Международная навыково-историчная конференция. Ее просветили 80-ти годы с начала Другой Сусветной войны. Подробности в наступном сюжете. До початку мероприемства працавала выстава «Беларусь – партизанский край». Удельникам конференции працавели артефакты военного часу. Сама выстава была прасвечена 175 годю с дня народжения у дельника партизанского руха у Советско-Польской и Великой Чинной войны народного героя Беларуси Деда Талаша. В экспозиции рычи, яке належали знакомитому Беларусу. Подчас выставы яго прапраунук расповядал истории про своего протка. Хочу вам сказать, что здесь представлена выставка под таким названием «Люди особого склада» Дед Талаш. Здесь представлены его личные вещи, а также артефакты того времени. Личные вещи с нашего семейного архива. Мы сохранили эти материалы, которые потом легли в наш архив. Этот архив волей судьбы перевезен в Гомель. Провести такое мероприемство – это инициатива военно-транспортного факультета Белдута. На конференцию приехали в ученые не только из Беларуси. Есть тут и российская делегация. Алимета во всех одна – разглядеть историческую подзею с разных боков. В ученые проанализовали сучасные оценки айчинной историографии, причин и сутности другой Сусветной войны. Неисторическая правда пробивается все чаще и чаще благодаря тому, что в 2008 году наконец-то российское руководство сняло запрет на военные архивы Министерства обороны в 2008 году. И новая пора историков, молодых, талантливых, таких как Драбкин, Исаев и другие, вот сегодня как раз эту историческую правду, уже исходя из научных обоснованностей, а не ангажированности какой-то политической, идеологической, вскрывает. У дельники конференции обмерковали развитие военного мастерства, узброения и техники в Другой Сусветной войне. Говорка ишла так само об лесе и роли Беларуси в этот период. Вероника Гомзюкова, Алиса Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель».